Этот человек не нуждается в представлении. Клим Саныч, добрый день. Всем привет. Как вам этот фестиваль Рекон? Вы были на остальных? Я был на всех. На всех. И как вам именно этот? Идея сама по себе просто отличная, потому что устроить в межсезонье вот такой вот фестиваль для всех вообще под закрытым этим самым потолком, это замечательно. Потому что за зиму все успевают протухнуть как следует, а этого допускать нельзя. Ну и хорошо конкретно в этом формате, что это именно такой мультивековой фестиваль от древнего Египта до ИСБ. И это очень правильно, ровно потому, что чтобы все друг друга посмотрели, увидели, что-то интересненькое можно подглядеть. Это всегда полезно. Это всегда полезно. По поводу боев ИСБ, ну соответственно то, что у вас здесь есть. Есть ли у вас любимчики команды? Лично я к ИСБ отношусь как к тому спорту, которым людям из совместных движут, не только ИСБ. Реконструкторы, ролевики, просто тот спорт, которым можно посмотреть, который близок к нам. Есть ли у вас любимчики среди команд? Нету таких, да? Нету. Ну потому что есть чемпионы или уверенные претенденты на чемпиона наподобие Боярда, естественно Берна, там Медвежьи Пяди и прочее. Но это же довольно глупо болеть для тех, кто и так скорее всего выиграет, правильно? Да. Ну я же и так знаю, что выигрывают. С этим я согласен. Здесь, кстати, сегодня проводится также и латный турнир. Вы его видели? Пока нет. А, замечательно. Как раз хотелось бы узнать. Клим Александрович, вы как раз боец бывалый в латах. Скажите, пожалуйста, вот фанаты спрашивают, действительно спросили спросить. Есть ли шанс увидеть вас на ресталище в ближайшие дни? В ближайшие дни точно нет. Я много дел имею, так сказать, в связи с основной работой. Прекрасно, понимаю. Клим Александрович, вы посещаете множество фестивалей. Ну и, собственно, как сам человек, как историк, вы видите очень многое и давно находитесь в движении. А чего стоило бы добавить в фестиваль Рекон, например, в Рекон 2025? Так как это все-таки исторический фестиваль, побольше историй. Чем больше историй в нашем деле, тем лучше, переборщить невозможно. А, ну, то есть, получается, лучше сделать как можно больше тех же самых лекториев, как было, например, на Болином берегу. Ну, это тоже вариант, хороший вариант, полезный. Единственное, что вот сейчас лектория организована совершенно неудовлетворительно, потому что находится в общем зале, и там невозможно говорить. Танц-завук как раз-таки мешает. В прошлые разы это был отдельный зал, и там было удобно нормально пообщаться. А сейчас, ну, какая там лекция, вы о чем? А вы, кстати, читаете лекцию? Я на Рекони читал лекции много раз. И в этом году тоже читаете? В этом году нет. А, в этом году вы просто как посетитель? Да. Я очень недавно вернулся в город, и я просто не успел координироваться вообще ни с кем. Соответственно, меня не успели поймать. Ну и хорошо, первый раз на Рекони приехал просто посмотреть. Это всегда приятно, когда приезжаешь не поработать, а именно отдохнуть, посмотреть. Точно. И скажите, пожалуйста, а как вам кажется, как Реконструкция, уровень Реконструкции общий поднимается? Ну, мне сложно сказать. Я вижу, как бы, мое сейчас основное направление деятельности раннее средневековье. Раннее средневековье растет, конечно. Конечно. Это всегда радует. Друзья, Клим Александрович Жуков, историк. Всем вам известен. Огромное спасибо, что приехали. Огромное спасибо.